И у нас с тобой уже новая локация, здесь кстати посложнее маршрут, ой квесты, а это я знаю, это я профессионал, и теперь мы на бреде катаемся, серьезно, ой хорошо, сейчас голубом как дадим, так, хорошо беру, ой, зацепили на этот раз, извините, чпойнк, всем привет дорогие друзья, с вами ваш Дакстер и добро пожаловать в игрушку, которая называется Барби и волшебство Пегаса, я не знаю каким образом меня сюда занесло и вообще что сейчас происходит, и если у тебя много вопросов так же как у меня, это нормально, все дело в том, что один замечательный человечек порекомендовала мне поиграть в это все дело, спасибо, да да, что происходит вообще, короче, в чем фишка, это игрушка, которая, опять же, по словам некоторых источников, очень авторитетных и важных, она является довольно крутым бестселлером для девочек, соответственно, в их очень юном возрасте, то есть, если пацаны играли, я не знаю, там, в детстве в какой-нибудь Майнкрафт задротили, да и до сих пор на самом деле играют, то вот девочки, многие, не скажу, что все, но многие играли, либо же слышали, либо, я не знаю, смотрели именно эту игрушку, игрушка настолько древняя и старая, что мне пришлось скачать какую-то программу, которая делает образ диска, и не просто торрент файл скачать и открыть, а ее запихнуть в этот образ, установить через этот образ, и вот сейчас с тобой, соответственно, будем в нее играть. Это максимально, соответственно, такая вот необычная рубрика, и на самом деле я долго думал вообще снимать или нет, а потом такой, знаешь, у меня бац и в голове щелкнуло, а почему бы и нет, то есть, что-то новенькое, что-то необычное, я просто офигею, конечно, если вам это зайдет, вы скажете там, все, Дакстер, снимай теперь только летсплей по этой игрушке, она наберет там миллиард миллионов просмотров, это будет шок-контент, но я думаю, что в рамках одного видосика, тем более в такой замечательный, прекрасный день, как 8 марта, я думаю, что очень даже в тему будет записать. Ну, и раз уж мы с тобой об этом всем деле заговорили, то, конечно же, я хочу поздравить прекрасную женскую половину канала с этим замечательным праздником, хочу пожелать вам, дорогие девчонки, здоровья, счастья, исполнения всех ваших желаний и всего самого-самого наилучшего, Чуть более подробное поздравление, конечно же, уже есть в Телеграме, ссылочка есть в описании, если до сих пор не подписаны, можете подписываться, ну и, пацаны, тоже, соответственно, все это дело подхватывайте, поздравляйте девчонок, мам, бабушек, девушек ваших, потому что они молодцы, они этого 100% заслужили. Все, короче, начинаем, Михаил, я хотел написать Михаил Дакстер, чтобы более официально было, но фишка в том, что здесь не хватает совсем одной буквы, видишь, либо будет Михаил Дакстер, либо будет Михаил Дакстер, ну, кстати, Михаил Дакстер тоже нормально звучит, поехали. Пожалуйста, подождите, так, и здесь у нас с тобой заставочка, ты просто посмотри, кино, просто кино. Привет, что такое? Что случилось? Венлок снова принялся за свое. Анника, Снежинка, это Рейла, Облачная Королева. Венлок превратил родителей Анники в камни, и если она не выйдет за него замуж, он их не расколдует. Обратил короля и королеву в камни, не могу поверить, что он опять напал, причем на ту же семью. Простите, ваше высочество, что значит ту же семью? Ах, ты не знала, правда? Какая-то предыстория есть. Видишь ли, Анника, Бриета, твоя сестра. И когда она сказала, что не выйдет за Венлока, он превратил ее в это. Бриета, Венлок, Бриета это конь. Чему родители мне не сказали? Ага. Моя родная сестра? Они боялись, что Венлок придет из-за тобой. И он решил. Пикасс, извините, Пикасс. Мы должны спасти их. Это наши родители, Бриета. Конечно, это наш долг, ты че? Должен быть способ. Сейчас все будет. Может, Жезл Свету поможет? Жезл Света? Жезл Света 100% поможет. Есть только один способ снять заклятие Венлока. В Жезле Света заключена мощнейшая магия. Она так сильна, что побеждает любое колдовство. Бля, кино смотрим нормально. Жезл собирается из эталона мужества, кольца любви и ледяного самоцвета, в котором горит вечное пламя надежды. Три ингредиента, окей. Эти три вещи, скорее всего, запрятаны в самых глухих чущевых запретных лесах. Анимации персонажей есть, прикинь. Медведь задихует. Я думаю, мы справимся. Пошли. Подождите. Возьмите этот хрустальный колокольчик. Позвоните, если вам понадобится помощь. Предыстория просто бомба. Мне очень понравилось. Куда она убежала? Придется ее найти. Без нее нельзя идти дальше. Ну, конечно. Сейчас будем искать. Давай ты поищешь снежинку, а я пойду в стойло пегасов. Встретимся там, когда ты ее разыщешь. Я вначале подумал, что это какой-то гугл-голос, но потом-то не дошло, что игрушка. Офигеть. Здесь управление, чтобы ты понимал, на стрелочке. Не на W ASD, а на стрелочке. Так, подожди, пробел. Управляй Аникой и Бриетой. А вот я сюда нажать. Выйти в главное меню, покинуть игру, вернуться. Прислушивайся к смеху. Чем ты ближе к снежинке, тем он громче. Я вас понял. Так, а это что такое? Слушай, подожди. Я очень просто. Я максимально преисполнюсь, если я сейчас включу джойстик, и он заработает. Ну нет. Игрушка, опять же, если я ничего не путаю, 2004 года. Мне было три года, когда эту игрушку релизнули, ты понимаешь? Чем громче хихикнет снежинка, тем мы к ней ближе. Так, хорошо. А как эту снежинку вообще найти-то? Вот есть комод. Что с ним делать? Не. А, на пробел. Не похоже, что она тут. Все окей. Продолжим поиск. Ищем снежинку. Снежинка должна хихикать. Мы с тобой это услышали. Так, немножко по-шифтим, поехали. Во, все, я уже профессиональный геймер. Так, во-во-во, смех пошел. Помни, тебе следует прислушиваться к смеху снежинки и идти на звук. Она вот здесь по-любому. Не похоже, что она тут. В смысле? Продолжим поиски. Значит, в столе. Помни, тебе следует прислушиваться к смеху снежинки. А, снежинка это белый медведь? Снежинка знает. Снежинка погадит. Ничего себе мило-то. Так, и мы должны дальше куда-то бежать теперь? Слушай, играем в прятки, нормально. Теперь откуда-то отсюда доносится смех. Не. Не похоже, что она тут. Продолжим поиск. Ну, конечно. Как только найдем второй конек, сможем пойти в стойло пегасов и забрать Бриетту. Это не снежинка была, а конек. Ну, ладно. Так, что здесь? Тебе следует прислушиваться к смеху снежинки и идти на звук. Просто, знаешь, типа я на секунду осознаю ситуацию, что сейчас происходит. Давай проверим, не прячется ли она здесь. Что, почему, зачем? Но, опять же, эксперименты всегда должны в жизни быть. Не нужно бояться чего-то нового. Сейчас, бац, как зайдет нам реально. И все, и будет полноценный летсплей. А, зайди... Что? Так я же вот здесь все изучил, в смысле. Вот какой-то трон, свечи. Здесь у нас конек был. Не похоже, что она тут. Продолжим поиски. Помни. А мы можем тебе следует прислушиваться к смеху снежинки и идти на звук. Да-да-да, сейчас все будет. Или нет? Как будто нет. Сюда мы пока не пойдем? Нет. Может, тогда наверху? Прислушивайся к смеху. Чем ты ближе к снежинке, тем не лучше. Почему игра такая сложная? Я не могу найти снежинку. Что за бред? Тихо. Куда? Здесь? Не похоже, что она тут. Продолжим поиски. Помни. Ну, смеется она где-то тут. Прислушиваться к смеху снежинки и идти на звук. Помоги Анне. Что за колокольчик? Помоги Анне найти снежинку. Сейчас поможем, да. Попробуй определить, откуда доносится ее смех. Чем ближе к ней на скучке, тем громче тебя слышно, как она смеется. Используя клавиши со стрелками, обойди вместе с Аннейкой весь зал. Столе. Когда найдешь место, где, по-твоему, прячется снежинка, нажми пробел и посмотри, что из этого получится. Ну, вот же она прям ржет. Очень громко ржет. Не похоже, что она тут. Продолжим поиски. За ширмой. Второй конек. Мы нашли оба конька. Теперь можно забрать Бриетту из стойла пегасов. То есть снежинка спрятала коньки. Теперь можно побродить по облачному королевству. Ну, погнали. Пока мы будем учиться ездить верхом, летать и кататься на коньках, снежинка подождет нас у арки, ведущей в лес. Ну, арка, ведущая в лес, учить немножко, на самом деле, опасно. Типа, этот лес может таить в себе всяких монстров, я не знаю, злых персонажей. Как бы она знает, на какой риск она идет, вообще. Так, и вот сейчас, скорее всего, мы уже можем спуститься вниз. И тем самым... Эм... Да? Я ничего не путаю. Эля, это игра в основном для маленьких девочек. Почему я в ней туплю? Почему я в ней туплю? У нас, кстати, такая поверхность, видишь, немножко ледяная, мы как будто даже скользим. Ну, я думаю, что сейчас мы выйти сможем. Да. Бриетта ждет нас в стойлах пегасов возле замка. Это у нас где? Справа? Вот здесь. Все подписано. Ну, точнее, подрисовано. Когда ты находишься в стойлах пегасов, Бриетта. То можешь взять щетку и помочь грибите стать еще прекраснее. Давай, сейчас будем ухаживать. Так, хорошо, чистим перышки. Чистим перышки. Так, кормим морковкой. Я люблю, когда у меня расчесанно гривы и хвост. А лучше, кстати, апельсинами, но апельсин, наверное, лошади не едят. Ага. Яблоко. Нет? Вкуснятина. Да, согласен. Держи яблоко. Витамины, это полезно. О, нормально, приятного аппетита. А мы можем ее переименовать? Спасибо, очень вкусно. Так, что еще? Ну, и можем еще немножечко это к этому. Порасчесывать. Она кайфует, балдеет. Только посмотрите, как сияет мое апельсин. Тем более, что наша сестра. Сам понимаешь. Ухаживает надо. А, еще можно у сена поесть, да. Ммм, какое вкусное, наисвежайшее сено. Вкуснятина. Согласен, да. Спасибо. Из грядки прямиком. И что, и все. Когда ты находишься. Когда захочешь уйти, щелкни клавишу возврата. В нижнем лице. Отлично. Продолжим. Управли. И теперь мы на бриете катаемся, серьезно. Ой, хорошо. Сейчас голубым как дадим. Если включен автопрыжок, просто направь бриету к препятствию. И она автоматически его преодолеет. Чтобы покинуть площадку в любой момент, щелкни на кнопки возврата. Ну, такой небольшой заездик устроим. Поехали. Замечательно. Согласен. Я даже не знаю, насколько в целом по хронометражу и данная игрушка. Но, скорее всего, как и другие старые игры. Может, часов на пять. Плюс-минус. Чудесно. Замечательный прыжок. Спасибо большое, да. Нас хвалят. Отлично. Когда нас хвалят, это супер. Ну, все. Кружочек дали. Можно и возвращаться в стойло. Музяк такая, знаешь, классическая. Инструменты на фоне. Такс. И куда нам теперь? А теперь сюда. Это летное поле. Вот. Здесь можно учиться летать сквозь облачные кольца. Конечно, поехали. Площадку в любой момент. Щекни на кнопке возврата в левом нижнем углу экрана. А вниз как? Чтобы собрать волшебные амулеты, направляй Аннику и Бриету прямо на них. В амулетах спрятаны сюрпризы для украшения замка. Так. Немножечко делаем поворотик, чтобы забрать амулет. Я думал вначале, что нужно по этим синим звездочкам ехать, но... Точнее, лететь. Но оказалось нет. Какой фантастический полет. Это просто плюс-минус визуальный такой маршрут. Полет фантастический, не то слово. На самом деле, вот подобные игры, они еще позволяют задуматься о том, с чего вообще начиналась и развивалась игровая индустрия. Да, конечно, это не Марио, не какие-то самые примитивные игры. Но все равно, если уже представить игрушку 24-го года, ты понимаешь, что... Ну, здесь все совсем по-другому будет. Начиная там от, я не знаю, озвучки и заканчивая даже банальной механикой. А раньше это приносило реальное удовольствие. То есть, я думаю, что если вы плюс-минус поддержите данный видосик, я также поиграю уже в свои. И плюс-минус такие пацанские игрушечки детства. Среди них кунг-фу панда, всякие черепашки-ниндзя. И, соответственно, в этих играх тоже очень много души. И я думаю, что теперь мы можем ехать вот сюда. Да? Нет, подожди, это скачки. Точнее, это заезд. А она сказала, что мы можем теперь разобраться с кем-то. С кем мы будем разбираться. Сюда, может быть? Почему бы нам не зайти на тренировочные площадки, чтобы научиться ездить верхом, летать и кататься на коньках, прежде чем отправиться в путь? Каждая дорожка ведет к одной из таких площадок. Я согласен с тобой, а коньки-то закрыты. Мы не сможем пройти туда с бриеткой. Нужно найти золотое дерево и слезть с пегаса. Окей, понял. Все объясняют. Видишь, нету прям тупников таких. Как слезть на пробел? Хорошо. Управляй Анникой и Бриеттой с помощью клавиш со стрелками. Так, теперь идем на коньки. Чтобы увеличить скорость, держи нажатой клавишу со стрелкой вверх. И то, я тебе скажу больше, что вот те игры, которые мы будем с тобой так же играть, у меня очень давно реально закралась в голове идея сделать ностальгическую такую рубрику. Играть в игры старые, ламповые. Мы нашли амулет, отлично! Даже там, соответственно, вот эти вот кунфа-панды, то, что я тебе говорил, и черепашки-минти, это просто первое, что пришло в голову, эти игры более новые. То есть здесь мы с тобой смотрим прям такую базу, женскую базу, тем не менее, потому что как-то 8 марта, сам понимаешь. Вот, тем не менее, это прикольно. Я помню, еще играл в такие кликеры, как Спайфокс с Рыжей Лисой, в Рыбку Фредди я играл. Тоже очень-очень старые игрушки. И опять же, многие из них не утеряли какой-то актуальности. То есть да, они по графике, конечно, современные игровые проекты не тянут. Продолжим. А что делаем? Меня сейчас укачает, подожди. Что-то я все резко так кручу-мучу. Мы не можем туда попасть сами. Нужно сесть верхом на Бриетту. А, я понял. То есть мы прокачиваемся как бы и нашей девчушкой, так еще и Бриеттой. Вот, теперь нам сюда. Еще мы можем и налево, и направо, но поем пока что в зеленую. Поехали. Здесь наш дружок Медведь. Ой, еще один полет, серьезно. Ну ладно. Музяка решает. Без Музяки просто была бы минус атмосфера, минус лайпа, так сидишь. Сидишь на Пегасе, а летишь куда-то вдаль, слушаешь Музяку. У тебя еще и в рюкзаке дружок отсидит. Так, ну хорошо. И у нас с тобой уже новая локация. Здесь, кстати, посложнее маршрут. Нужно торопиться. Еще и торопиться нужно. Здесь видишь какие-то облака. Туман. Мы должны разбить чары Венлока. Сейчас все будет. Мы нашли амулет, отлично. Когда комментируют каждое твое действие, это прям интересно. Как бы во многих современных играх тоже такая история есть, но здесь прям взял какую-то монетку. Все, ты молодец, ты самый лучший. Это круто. О, запретный лес. Там опасно. Ужасно темно. Конечно. Погнали. А точно ли делать в ветках? Ну серьезно. Так, немножечко слилась. Там что-то темно, как-то опасно. Подождите меня это. С другой стороны, я пойду не здесь. Так, ну ладно. Мы с тобой идем за снежинкой теперь налево. У нас даже появилась стрелка, которая говорит нам о том, куда нужно идти. Снежинка думает сюда. Ну, мы верим снежинке, снежинке мы доверяем. Снежинка знает. Конечно. Блин, озвучка, конечно, очень милая. Так, снежинка все знает, поэтому мы здесь как бы не местные, особо выпендриваться не будем. Просто следуем за снежинкой. Но есть ощущение, что она нас кругами водит. Догоняй снежинку. Я прям здесь. Снежинка знает, куда идти. Давай-давай. Стоит ли снежинке только доверять? Мне кажется, что да. Тем более, что другого выбора особо нет. Так. И опять же, мусяк, как у нас раскачегарился. Что такое волшебное, магическое. Что случилось? Мы прошли сквозь запретный лес. А вот и наша сестренка. Запретный лес темный. А как ты здесь так быстро оказалась? Серьезно. Но наше мужество победило. Наше мужество вообще. Ага, и здесь у нас уже какая-то деревня. Деревня, проходящая через речку с глыбами льда. Такие корни задают. Смотрите, там хижина. Интересно, кто в ней живет? Давай узнаем. Торговец по имени Феррис. В лавке у него ворованные драгоценные камни и другие сокровища. Сокровища. Стоит спросить у него про ледяной самоцвет. Пошли. Если эти сокровища ворованные, то нужно их также у него своровать и вернуть людям. Гениальные мысли, скажи. Для того, чтобы слезть с Пегаса, найди золотое дерево. Это я уже все изучил, механику, да. И нажми пробел, когда дерево начнет видеть. И вот так в 2004 году решали проблему, связанную с возможностью вообще перемещаться с помощью какого-либо NPC в качестве Пегаса в данном случае. Чтобы ничего не забагалось, чтобы никуда он не убежал, просто подходишь к дереву и все. Нужно подобрать пару камней. Ой, квесты. А это я знаю, это я профессионал. Вот так вот. Чудесно, так держать. Вот так вот. Хорошо. Молодец. До свидания. Сюда. Изи. Еще чуть-чуть. Еще легче. Я очень внимательный, поэтому я обращаю внимание сразу же на одинаковые элементы. Окей, это у нас сюда. Чудесно, так держать. Я в детстве, знаешь, сколько таких квестов решил? Просто завались. Еще чуть-чуть. Так, розовый, зеленый и бирюзовый. Молодец. Получилось. Теперь мы можем войти. Мне кажется, это был мировой рекорд. Ну серьезно. И мы можем войти, здравствуйте. Ой, какой дед. О, здравствуйте. Чем могу помочь? Ну я бы лучше озвучил. Какой милый леди. Он какой-то такой... Здравствуйте. Молоденький. Мы кое-что ищем. Ледяной самоцвет. У него хрибатца небольшая должна быть. Самоцвет, да? Да. Это забавно. У меня нет самоцвета. Однако год назад тут был человек. Он сказал, что нашел редкий бриллиант. Он надежно спрятал самоцвет. был алым пламенем. И у меня есть карта, где обозначено это место. Мы с тобой подружимся. Что надо. Нам нужна эта карта. Вы нам ее продадите? Нет, я не продам ее. Но я готов на нее сыграть. О, пошла в врачка. Выиграешь, получишь карту. Согласна? Согласна. Ладно, сыграем в твою игру, Феррис. Это как измена. За уверенно мы выиграем. Типа. Карта на этой полке. В самом верху. Там много всего лежит. Видишь? Если сможешь взять карту, не сбросив остальные предметы. Она твоя. Если карта до чего-нибудь докоснется, ты проиграла. Но я дам тебе еще одну попытку. Детальная проработка мира. Видал? Какая? При помощи кнопки мыши возьми карту. Так, хорошо, беру. Ой, зацепили на этот раз. Извините. Так, что делать? Ааа. Отлично. Еще две полки. Нормально. Это мем с ящером. Типа. У меня есть камень. Камень я не дам. И тут то же самое. Тихо. А вот здесь очень аккуратненько. Просто на тоненьком. Карта наша волшебна. Дэм. Поздравляю, Аника. Спасибо. Ты прям выиграла карту. Забирай ее и уходи. Заслуженно. Пора вернуться к Бриетте. Теперь у нас есть карта, и мы найдем дорогу. Бред, нибудь уже заскучала. Ничего. Мы ее там расчесали и покормили, поэтому она должна быть готова к длительным путешествиям. Так, карту у нас есть. Садимся на Бриетте. Поехали. Подойди к золотому дереву и нажми пробел, когда увидишь, что оно мигает. Мы готовы отправиться на поиски жезла света. Снова через лес? Походу, да. Так, а здесь у нас, как бы, снежинка будет вообще путь указывать? Или мы уже на уверенности сами поговорим? Скорее всего, сами. Очень необычное, опять же, управление именно на стрелочке. Но раньше, действительно, очень многие игры так только и управлялись. Мне кажется, опять же, что мы с тобой собираем вообще абсолютно все снежинки. И результат нашего прохождения должен быть идеальным. Так. Здесь какой-то щитной квест. Он повсюду ставит ловушки, чтобы никто не смог прокраситься незамеченным. Хорошо. Может быть, у него есть то, что мы ищем. Мы со снежинкой заглянем внутрь. Эээ, я хочу сказать, если преодолеем эту ловушку и не поднимем тревогу. Снежинка, погожем! Какие-то разные цвета? Снежинка покажет путь. Снежинка вообще главный талисман нашей всей экспедиции. Снежинка покажет правильный путь. Ага, запоминаем. Зеленый. А, типа мы встаем вот сюда. Так, в смысле, зеленый же. Почему нет? Давай мазяка. Нет, сюда свежика не показывала. Повторяю. Так, а что, не работает? А, пробел, конечно. Снежинка идет дальше. Так, теперь вот такая вот у нас кракозябра. Это нужно вправо сходить. Я забыл, что нужно нажать пробелы. Я думал, что он просто встанет и все. Так, здесь нам недалеко. Отлично. Такой романц. Снежинка хотела нас обмануть. И такая, хоп, встала сюда. А мы, соответственно, идем в противоположную сторону и встаем здесь. Получилось, не сдаваться. Ну, еще бы. Так, эту я также вижу слева. И да, ты скажешь, опять же, Дакстер, ну капец, это легкие минигеймы. Я согласен. Но просто возрастной ценз у этой игры что-то, по-моему, 0 и плюс. Поэтому, ну, очевидно, что здесь какие-то гениальные вещи не должны быть. Но, опять же, вот эту вот историю с картой, как нужно в миллиметре провести между вот этими полочками, в самом-самом конце, был реально сложный момент. Да-да-да, вот. Все. Деловка. Но, опять же, радует, что в этой игре очень большое количество таких вот минигеймов. Пускай они простые, да, но если бы не было реально лет 5, я бы здесь прям играл как геймер. Мне кажется. Сидел, трайхардил. Что-то пытался сделать. Слушай, а хижина-то гигантская. Мне кажется, там какой-то тролль живет. Тут ступеньки, и мы должны забраться по ним. Но они все разбиты. Похоже, надо найти недостающие части и починить их. Это как пазл? Щелкни мышкой на обломки. Реально. Затем перемести его к лестнице. Видишь, она немножечко заканчивает озвучивать, как только мы начинаем уже и приступаем к выполнению заданиям. Может тебе следует попытаться поставить его куда-то еще? Вот это идеально. Вот это, соответственно, куда-нибудь вот сюда. Здесь вот так. Великолепно. Продолжай. Да, спасибо. Очень рад. Получилось. Мы собрали ступень. Теперь можно войти. Но дверь реально гигантская. То, что мы сейчас там увидим, не сожрет ли нас? Вот как будто да. Как будто опасно. Он еще и так храпит. Ой, снежинка. Тут все такое огромное. Давай осмотримся, но только очень тихо. Да мне кажется, вы его не разбудите. Снежинка, будет тихо? Ой. Тсс. Если Олли проснется и поймает нас, он съест нас на завтрак. Пошли посмотрим вон там. Я тебе об этом же. Давай посмотрим, что творится на столе. У меня идея. Я могу использовать свою ленту, чтобы добраться до той ручки. Нет. О. Отлично, снежинка. Держись. Ничего себе. Так, ну погнали. Лезем, соответственно, на стол. У него тут хлопушки, хлебушек, всякая еда, бананы, яблоки. Я слышу шаги Олли. Нужно найти другой выход. Ну, либо спрятаться. На коробке с хлопьями можно спуститься. Пошли. Сейчас Телс будет? Нет, просто. Сейчас мы поможем Аннике и Снежинке без проблем. Соответственно, здесь мы с тобой залезаем, проходим немножечко дальше, поворачиваем направо. Я уверена, мы справимся. Не сдавайся. Конечно. Главное в себя верить. Во всех вот этих вот... А, нам нужно через ложку лезть. Во всех этих заданиях и занятиях... Что такое? Не чихай. Сейчас как чихнешь, и все, бебес. Но, опять же, на самом деле, для этого гигантского Олли, я не знаю, кто он, тролль, огар, мы, как просто какие-то жучки-муравьишки, которые максимально тихо себя ведут. Даже если мы сейчас чихнем, это будет просто как комарийный писк, мне кажется. Так, эту часть мы преодолели. Ага. А что дальше делать? Будь здорово, расти большой, не будь лапшой. Нужно начать эту часть заново. Чего? В смысле, все-таки стелес присутствует в этом уровне? Ля, я не понимаю, куда я пришел? Я не могу перелезть по той причине, что... Там... Мы дал джинны спасти родителей. А, может, через сыр? Точняк. Лезем через сыр? Или нет? Куда нам нужно вообще? Так, что-то какая-то сложная часть уровня. Подожди, я немножко дезориентирован. Мы должны победить в Энлака. Есть ощущение, что мы отсюда вообще начали. Но, благо, у нас будет чекпоинт. На эту штуку мы с тобой залезть не можем, она не прыгает. Может, теперь нам налево, наоборот? А, на ложку он тоже не залезает. Мы должны спасти родителей. Вот здесь, казалось бы, немножечко совсем... А, нет. Здесь солидная дырка. Короче, получается, чтобы туда перейти, нужно вернуться реально к самому началу. Так, эскейпо тут у нас нет, к сожалению. В игре просто... А, ну, мы спал за через вот эту штуку. А здесь больше никаких действий так же не наблюдается. Давай тогда по ложке, наверное, вернемся. Ну, опять же, с другой стороны, если мы с тобой правильно все сделали и прошла сохраняшка, а мы здесь не перелезем, нет? Так, еще раз. Давай, смотрим на все это тело максимально трезвой головой и оцениваем обстановку. Выглядит все, возможно, сложно, но мы справимся. Конечно, вот. Плюс мотивация. Тихо, тихо, тихо. Я все, я понял. Это из-за того, что соль и перец. Олли нас услышала. Все, сюда, короче, ходить просто нельзя. Сюда нельзя ходить. Мы с тобой делаем следующим образом. Аккуратненько обходим эту часть стола. Видишь, здесь они разделены, по сути, по таким зонам. И мы должны аккуратненько, потихонечку пробираться. Вот, потом пойдем по печенькам. Я все понял. Хорошо. Блин, я так люблю такие печеньки с шоколадными вот этими вставками. Неплохо, эту часть мы преодолели. Конечно, мы уже профессионалы. Так, здесь, соответственно, на хлебушек. Спускаемся в сковородку. И снова поднимаемся по ссылке. Тихо, здесь перец. А как его пройти? А никак, мы идем дальше. Мы должны спасти родителей. Чтобы не палиться, мы идем дальше. Я уверена, мы справимся. Не сдавайся. Так, здесь у нас морковка. Перчик. И мы с тобой практически уже у цели. Аккуратно тоже здесь все обходим. И возвращаемся куда-нибудь сюда. Что-то мне подсказывает, что нужно дойти, опять же, до конца стола. Да, здесь у нас будет нож. Отлично. Ну, скоро мы будем снаружи вместе с Бриеттой. Получилось. Пошли, Снежинка. Отлично. Лабиринт мы с тобой преодолели. Отлично, Снежинка. Нам повезло. Олли нас не поймал. Мы быстро. Повезло, повезло. Никак иначе. А зачем мы это делали? Мы залезли с тобой на стол. Через него прошли. Когда можно было просто... Нет, но моя резьба очень пригодилась, чтобы выбраться оттуда. Сначала мы боялись, что Олли нас заметит. Но я знала, что все будет хорошо. И главное верить. Мысли, они материальные. Если ты веришь, что все будет хорошо, оно так и будет. Это же эталон мужества. Древко от жезла света. Ой, эталон мужества. Получается, что это первый элемент, который нам нужен из вот этих вот трех. У нас все время была часть жезла. Теперь нужно найти следующую часть. Ледяной самоцвет, в котором пылает вечное пламя надежды. Мы найдем его в ледяных пещерах. Идем. Блестяшки. То есть, да. Что-то мне подсказывает, что, скорее всего, далее они будут искать вот этот вот ледяной самоцвет. После чего они найдут третий предмет. И на этом, соответственно, их приключение закончится. Они смогут завалить главного босса. Все, что называется, по законам. Законам хороших, таких добрых детских игр, фильмов и тому подобное. Собственно, я предлагаю на этом моменте закончить эту серию. Как я уже и сказал... Мы должны победить Венлока. Конечно, мы должны. Но мы с тобой это будем делать уже... Не знаю, когда. Возможно, никогда. Опять же, как вам вся эта тема зайдет? Но это максимально будет странно, если она вам зайдет, и вы будете ждать именно по ней летсплей. Скорее всего, я делаю ставку, что это у нас просто в рамках такой экспериментальной рубрики... Я знаю, я слушай, да. Дай мне, пожалуйста, закончить видос. Вот, поэтому, как я уже и сказал, не нужно бояться экспериментов. Мы с тобой в нечто подобное сыграли. Надеюсь на вашу адекватную реакцию во всем этом деле. И, соответственно, также уже какие-то другие мои игры детства. Также, если вам интересно вообще данные... Мы должны победить Венлока. Если вам интересна данная тематика, мы также их будем заценивать. Какие-то, возможно, даже будем проходить. Вот, но здесь мне, конечно же, все, безусловно, очень зашло. Но, как мне кажется, делать такое прям полноценное прохождение, это немножечко не то. И, кстати, вот эта радуга, которая здесь нарисована, мы на всякий пожарный осуждаем. Как бы знаешь все вот эти вот новые законы. Вот, это просто радуга. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И каждый ютубер, а именно Дакстер, желает знать, что каждый мой зритель, каждый подписчик поставит лайк, напишет комментарий. И также подпишется на телеграм, который есть, соответственно, в описании, в котором появляется множество классного контента. Ну а с вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok